Существует ли универсальная формула лидерства, как открыть свой бизнес и добиться успеха, занимаясь при этом любимым делом? На эти и многие другие вопросы на встречах со школьниками отвечают вдохновители одноименного проекта федерального масштаба, который путешествует по стране с мая 2021 года. За полгода нашей работы мы уже провели 325 встреч вдохновителей с детьми. Встречи проходили в разных лагерях, в разных точках нашей страны. Витненская школа номер 7 – активный участник российского движения школьников. Здесь часто проводятся классные встречи с людьми, добившимися успеха в жизни. На этот раз старшеклассники познакомились с Евгением Дмитриевым, спикером проекта «Вдохновители», автором глобального международного стартапа в области благотворительности. Сейчас в мире 2,8 миллиарда людей играют в мобильные игры. 74% людей говорят, что не играют, потому что убивают свое время. И мы решили этому убийству времени придать смысл и включить массово людей в благотворительность. Сейчас проект Евгении включает в себя более миллиона человек и более 80 тысяч благотворительных проектов по всему миру. Также девушка – член общественной палаты и Государственного совета Российской Федерации. На встрече она рассказала о своем пути к предпринимательству и успеху. Еще важнее передавать то самое вдохновение, показывать разные ребятам, показывать разные ролевые модели, выносить, что все возможно, надо верить в себя, надо четко уметь ставить цель, оценивать свои возможности, закрывать те навыки, которые возможно сейчас, их нету и двигаться вперед. Старшеклассники могли задать наставнику интересующие вопросы и даже подискутировать. Я всегда ищу себе такие проекты, такие задачи, что когда ты на них смотришь, тебе было сначала дико страшно. Ну что вот это состояние, что я с этим, наверное, не справлюсь. И я искала, уходила за такой задачей. Но ведь развиваться в науке – это значит развиваться для людей, а бизнес – это все же деньги. То есть зачем вы уходите из науки? Вопросов у ребят было очень много. Вовлечены в беседу оказались абсолютно все. Мне очень понравилась эта конференция. Это было необычно очень. Да, я узнала очень много нового и интересного. Это действительно очень интересно. Именно для меня и для моей будущей профессии я очень много узнала нового. И мне даже как-то помогло внутри не сомневаться в себе и идти вперед, не смотреть назад. Я думаю, что это будет полезно. И судя по ответам, и судя по вопросам наших детей, они очень заинтересованы. Мы намереваемся продолжать ряд встреч со многими известными людьми, которые могут рассказать из своей жизни, как это на практике бывает, что нет ничего невозможного. Напоследок ребятам рассказали о том, как определить свой талант и свое место в жизни, воспитать в себе лидерские качества, четко формулировать свои цели и достигать их. Словом, встреча получилась очень информативной и полезной. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Другой пример.